Здравствуйте, дорогие друзья! Портал Экзегет отвечает на ваши очень важные вопросы. Пришел вопрос, который сегодня обладает невероятной популярностью. Почему церковь строит только храмы, а не школы и больницы, которых тоже не хватает? Нет. Дело все в том, что церковь очень часто обвиняет в том, что она сращивается с государством. И постоянно мы наговорят, что церковь отделена от государства. Строительство школ, больниц — это все-таки не то, что привилегия, а это задача государства этим заниматься. Церковь, если будет строить школы, то понятно, что она будет строить церковные школы. И люди, стремящиеся к светской власти, к тому, чтобы церковь была отделена от государства, не будут же в этих школах отдавать детей. В том числе и касаемо больниц. Если будет церковная богодельня, то есть больница-то тоже. Естественно, вы же не пойдете туда, вы пойдете в обычную поликлинику. Так что церковь и не должна на самом деле строить школы и больницы сегодня, потому что она отделена от государства. В те времена, когда церковь не была отделена от государства, то понятно, что, правда, большинство богоделин были именно при храмах, да и школы были, обычно церковные приходские школы. Если вы не знаете, то наши известные университеты, как там Кембридж, скажем, Оксфорд — это университеты, которые вышли как раз из церкви, были при монастырях. Почему церковь строит только храмы? Я бы даже сказал, не только храмы, а почему церковь так много строит храмов. Потому что люди, к сожалению, из деревень уехали в города, и те храмы, которые в деревнях, они пустуют. А в городах вот эти большие спальные районы, новые, где нет храмов, но люди-то все равно в бога верят. Пусть нас не так уж и много, там процентов 3-4, но когда все эти люди, даже 3-4% из спального района собираются в один храм, то храм переполняется так, что даже люди стоят на улице. Если вы хотите посмотреть, как выживают православные люди в храмах, в спальных районах, приходите в воскресенье с утра на службу и посмотрите. И вы поймете, зачем нужно строить храмы. А что касаемо школ и больниц, хочу заметить, что церковь, несмотря на то, что она отделена от государства, она и в образовательной сфере, и в сфере милосердия очень-очень много трудится. Просто для того, чтобы это увидеть, нужно прийти и посмотреть. А если вы будете и дальше следить о церкви и о жизни в церкви по интернету или посредством массовой информации, то, к сожалению, далеко не уйдете. Так что выходите из дома, приходите в ближайший большой храм, и вы увидите, какую обширную просветительскую, социальную и в том числе религиозную деятельность ведет ваш приход. Помоги Господь.